Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас лето, на улице жуткая жара, в тени 30-35 градусов бывает, поэтому я все чаще стараюсь готовить на улице, на гриле, потому что если в помещении, на кухне я включаю плиту или духовку, то кондиционеры, значит, и не справляются. Причем на улице я готовлю в таком режиме. Угли распалил, продукт на решетку забросил, крышки накрыл и слинял в помещение кондиционированное. А оно там без присмотра, на непрямом жару спокойно готовится. Хочу завтра таким способом приготовить курицу, но чтобы она не была скушей, ну, просто курица на гриле, хочу замариновать ее очень ярким маринадом. Сейчас все покажу. Поехали. Чеснока много понадобится. Имбирь, конечно. Цедра и сок лимона. Цедра и сок лайма. Чили, перец побольше. Ну и стандартное сочетание к такому наборчику соевый соус и коричневый сахар. Маринад готов. Надо курицу подготовить. Подготовка заключается в отрезании хребта. На нем все равно мяса практически нет. Поэтому я, как правило, хребты у кур отрезаю, собираю в кучу и складываю в холодильник, в морозильник, вернее. Когда наберется достаточное количество, варю из них бульон. Не обязательно коричневый. Если кто пропустил, то вот здесь в углу повешу ссылочку. Куриный домигляс, не классический, понятно. Вот токенная основа для разных мясных соусов. Ну и если не забуду, то в описании ролика тоже ссылочку повешу. Ну, собственно, все. Хребет отчекрыжил. Курицу в пакет и уберу в холодильник до завтра. Встретимся у гриля. Субтитры сделал DimaTorzok Промариновалось. Сегодня гриль. Маринад тоже, кстати, в дело пойдет. Его надо процедить. Маленькую луковку мелко нарублю. И обжарю сейчас до прозрачности на растительном масле. Не обязательно брать именно лук-шалот. В холодной воде разведу немного кукурузного крахмала. Смотрите, лук уже в отличном состоянии. Курица дала в маринад свой сок, но его недостаточно. Поэтому добавлю еще домигласа. Это красно-концентрированный бульон. Про него в начале ролика я говорил. Это обалденная просто заготовка для приготовления разных соусов. Очень насыщенный вкус жареного мяса у него. Ну, в данном случае, вкус жареной курицы. Уже можно вливать маринад. Теперь проварить при слабом кипении буквально одну минуту. И можно добавлять крахмал. Отлично. Сейчас соус загустеет. Можно будет выправить его на вкус. А что именно вы будете для выправления на вкус добавлять, зависит от того, насколько у вас соленый или не соленый соевый соус. Насколько кислые, цитрусовые. Они бывают послаще такие, наоборот, очень кислые. Может, вам покажется, что остроты мало. Смотрите, какой густой. Красота. Учитывайте, когда остынет, еще сильнее загустеет. Классный. Такой, знаете, солено-сладко-острый, с кислинкой, имбирный. Суперский. Короче, на этом этапе выправляем соус на вкус, добавляя, что вам хочется, там, по желанию остроты, кислоты, сахар, может быть, соли. Нужно получить такой яркий-яркий, такой насыщенный вкус. Он же у нас и в качестве глазури такой будет выступать. Теперь пойдем займемся курицей. Первый час буду запекать при низкой температуре с дымом. Завернув фольгу, щепу, это у меня дуб, себе до конца точным, то это щепа из дубового бочек, из-под виски. Сразу несколько пакетиков. Потому что одного пакетика, конечно, она сейчас не хватит. Придется в процессе приготовления еще пару раз щепу добавлять. Так, щепу на угли, курицу вот сюда. Запекаться будет на непрямом жару. Для контроля термометр загоню вот рядышком с курочкой. И в грудку, в самую толстую часть. В течение часа надо будет еще и угли добавлять, конечно. Потому что эти прогорят примерно за полчаса. Естественно, все можно приготовить гораздо быстрее. Если курицу шлепнуть прямо на прямой жар, она быстрее прожарится, может даже частично подгорит. Но тогда не получить всей той гаммы ароматов, дымных, вот этих классных, таких, каких я хочу получить. Вот смотрите, это температура в центре курицы, а это рядом с ней. Так, смотрите, какая красота. Чудо. Цвет обалденный. Сейчас курица уже отлично прокоптилась, но еще не пропеклась. Если ее в таком же режиме дальше запекать, то она будет сохнуть стремительно. Мне этого не надо, поэтому я продолжу запекание, запечатав ее. Но не просто запечатав, а сразу озаботившись гарниром для этой курочки. Это у меня молодая фасоль стручковая. Смотрите, какая очень нежная, очень молодая. Из нее получится отличная овощная подушка. Сейчас все хвосты отрежу. Так, теперь черри сюда. Сладкие, спелые, летние черри. И приправляю вином и оливковым маслом. Вино белое, а масло оливковое экстра вёржин, такое ароматное, с горчинкой. Ну и чуть-чуть соли. Отлично. И вот на эту подушку курицу. Вот так вот. Вот так. Чтобы она и дальше запекалась на подушке из овощей в ароматном пару. Вино-то будет испаряться. Отлично. Все. Теперь держу в гриле до того момента, пока температура внутри курицы не достигнет 78-80 градусов. Примерно так. Вот эта температура внутри курицы сейчас, а эта рядом с ней. Ну, я же крышку-то открывал. Сейчас она поднимется опять до нужных мне 110-120 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас глазировка схватится, кукуруза подпечется немного, и можно будет садиться за стол пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долгожданный момент пробы. Давайте посмотрим, что получилось. Так, ну, давайте вот я ножку попытаюсь отделить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вы видите, да? Косточка вываливается из мяса, или мясо сваливается с кости просто само по себе. Настолько мягкое мясо, просто песня. Настолько все отлично пропеклось, и оно сочное. Видите, какое сочное? Просто чудо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала без всякого соуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, оно промариновалось. Оно имбирно-соево-цитрусовое такое. Вот этот вот цедра лайма и лимона чувствуется. Сок с легкой кислинкой. Очень классно. И очень классный дымный аромат. Он легкий. Легкий и классный. Просто чудо. Так, ну, теперь по гарнирчику, да? Теперь я пройдусь по фасоли зелененькой. Вот этой вот. Слегка-слегка припущенной в белом вине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не развалилась лам. Слегка такая похрумтывает. Глазная. Слушайте, обязательно с помидоркой. Обязательно с черри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черри от такого запекания вкус концентрируется. Они становятся более кисло-сладкие такие, что ли? Скай-сладкие, чем кислые. Классные просто. И Верон на вино дал очень классный аромат. Так, ну, а теперь я кусочек с соусом, конечно, для чего соус готовил, правильно? Не только для того, чтобы обмазывать. Так. Смотрите, какой классный. Густой. Обалденный. М-м-м. С соусом это еще лучше. Я просто классная курочка. Единственное, что долго приходится ждать. Да, действительно. Оставил и жди, когда она там запечется. Ну, слушайте. Результат превыше всяческих похвал. И, да, это, наверное, можно сделать только на гриле. В духовке запечь таким способом можно, но вот так вот подкоптить не получится. Либо вы провоняете всю свою квартиру. Поэтому лето, солнце, жара и гриль решают. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok